Ну что ж, уважаемые дамы и господа, давайте распаковывать её и посмотрим, что же у нас сегодня там будет. Всем привет! Вы смотрите канал Той Хаус. И если ты ещё не подписался, то обязательно подписывайся. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, новые розыгрыши. И вообще, всё самое интересное ты увидишь здесь, на канале Той Хаус. Поэтому давай, кто не подписан, подписывайтесь. А сегодня у меня, наконец-таки, третья коробка с модельками, которую уже мне человек реально не хотел отдавать. Говорит, такая корова нужна самому. Да, и не хотел вот мне отдавать, вот уже хотел её отправить. Видите, написал здесь, нести осторожно модельки. Но, я говорю, ты же обещал, вроде как, давай. Ну, вот отдал. С горем пополам, но отдал. Со слезами на глазах, вот так я бы сказал. Ну, что ж, уважаемые дамы и господа, давайте распаковывать её. И посмотрим, что же у нас сегодня там будет. Так, открываем. Аккуратненько. Одна сторона. Другая. Так. И опять у нас, наверное, полотенчиком всё закрыто. Так. Вот. Распаковываю. А она вот, вот эта коробка, она реально тяжелее, чем предыдущая. Вот, реально прям тяжёленькая коробочка. Так, значит, да, здесь действительно опять полотенчик. Или, как я говорил, тряпка половая. Нет, это полотенчик, да. Это всё-таки полотенчик. Ну, будет у меня два теперь полотенчика. Так, а если ты, кстати, не видел предыдущие распаковки, то все ссылки я оставлю в описании. Обязательно заходи и смотри. Очень интересные были модели. Ну, что ж. Давайте приступать. Вот что-то жёлтое здесь торчит. И сразу начну. Что же это здесь такое? Ну, это у нас прям-таки, я даже не знаю, неожиданно какой-то вариант. Это у нас Range Rover. Да, это Range Rover. Сделан в Китае. Вот написано, что музыкальный у нас. Хотя нет, динамика там нету. Ну, да, ничего не работает. Такой вот жёлтенький Range Rover яркий. С панорамной крышей идёт. Даже неожиданный вариант. Вообще, мне дружище говорил, что здесь в основном машинки, в которые играл его сын там. И такие более-менее должны быть нормальные. Поэтому не хотел отдавать вот эту коробку. Так. Дверные карты. Посмотрите, какие большие, прям мощные дверные карты. Я прям не знаю. Ну, салончик давайте заглянем. Что тут у нас? Ну, моделька, как моделька, неизвестного абсолютно мне масштаба. Может быть, внизу был написан. Сейчас более подробно посмотрю. Нет, внизу, к сожалению, ничего не написано. Ну, в общем, вот такой вот Range Rover. И, наверное, это первая модель, которую я разыграю, потому что мне она, ребята, не к чему. Это точно будет модель разыграна. Ну, что ж, погнали дальше. Может быть, что-то тут поинтереснее всё-таки есть. Масштабные модели. О! Вот это да! Вот это реально, как он правильно называется? Мультикар вроде. Да. Вот написано. Это автомобиль у нас мульти... Мультикар, да. Мультикар такой вот, не знаю, в аэропортах часто раньше они ездили. Прикольненький автомобильчик. И, наверное, это всё-таки журнальная серия, я так предполагаю. Вот не могу ничего увидеть здесь. Вот здесь вот надпись. Да, это Диагостини у нас. Масштаб 1 к 43. Прикольный автомобиль. И вроде как ничего у него даже не сломано. Да, реально ничего у данного автомобильчика не сломано. Есть даже мигалочка на крыше. Сзади у нас оптика присутствует. Вот она. Есть. Ну, в принципе, цивильный автомобиль. И у меня такого нет ещё. Так, значит, погнали дальше. Что тут у нас ещё будет интересного? Ть, это что? Это что вообще такое? Это у нас... Что? Hot Wheels? Ну-ка, реально настоящий Hot Wheels? Ну, вроде как да. Посмотрите. Дно металлическое. Такая цельнометаллическая автомобильчик. Машинка. Ну, я вообще не собираю Hot Wheels. Не знаю. Наверное, точно. Это коробка его сына. И такие вот интересные машинки тут попадаются. Ну, вообще прикольная машинка. Из металла сделана вся. Класс. Я думаю, она прям реально крепкая будет. Тоже её разыграю. Поэтому, наверное, устрою, да, на неё тоже розыгрыш. Ну, ни к чему она мне такая машинка. Так. Значит, что здесь? Опа. А это у нас Олимпийский Рафик. Олимпиада. Москва 1980. Олимпийские игры 22. Игры 22. Вот. И у данного автомобиля у нас нету зеркала. Это у нас Рафик. Рафик. А какой? Раф 2203. 2203. Да. Раф 2203 в масштабе 1 к 43. И от Диагостини данный автомобиль. Очень клёво сделан, на самом деле. Мне очень нравится. Прикольный. Такого у меня нету. Вот именно Олимпийского. Но в предыдущем видео у меня был уже автобус Олимпийский. Кстати, и бампера здесь нету. Здесь же должен быть бампер. Да, реально, его здесь тоже нету. Но будет вот второй автомобиль такой Олимпийский. А смотрите, здесь закрыто почему-то идёт у него. И тут что-то... Какие-то баллоны. Смотрите, реально, здесь какие-то внутри баллоны, наверное. Я не знаю, для чего этот автомобиль предназначался во время Олимпиады. Поэтому, если вы знаете, кто смотрит это видео, напишите в комментариях, реально, для чего предназначался данный автомобиль. Но я тоже попробую поискать это дело в интернете и выяснить, что за кислородные баллоны здесь. Прям реально, ну, какие-то баллоны. Может, они не кислородные, может, это вода. В общем, пишите в комментариях. Будет интересно. Так, погнали дальше. Опа, очки. А это у нас Тигр. Да, Тигр, но это какой-то... Если с открывающимися элементами, то, значит, это не особо коллекционная модель. Наверное, кто это делает? Неизвестный производитель сделал данный автомобиль. И неизвестного масштаба. А ну-ка, давайте сравним с этим автомобилем. Ну, я думаю, что у этого Тигра масштаб все-таки немножко большеват. Потому что, по сравнению с Рафиком, ну да, как-то он прям уже очень большой. Хотя, может быть, и 1 к 43. Здесь у нас почему-то слезла покрышка. Ну, так автомобильчик, в принципе, неплохой. Открывается только что. Две передних двери. Сзади, кстати, оптики нету. Инерционный механизм. Ну, это либо автотайм делает, либо автопарк. Ну, вот эта серия, мне кажется. Так, внутри что у нас здесь? Руль, салон. Ничего существенного здесь такого нету. Люк на крыше, кстати, бывает с пулеметом, а этот просто. Так, значит, этот убираем в сторону. И что здесь дальше у нас? Опа! Вот это. Вот это находка. Такой автомобиль я мечтал себе иметь в коллекцию. Это у нас ZIL, да. Посмотрите, какой он, блин, элегантный. Реально сделан так прикольно. ZIL. А сзади, смотрите, какая оптика. Она, ну, мне кажется, вот ничем не отличается от современного автомобиля. Реально, если выпустить его на дорогу чуть-чуть, то, блин, будет вообще очень красивый автомобиль. Ну, и был он, на самом деле, красивый. Это правительственный автомобиль. Вот если получится заглянуть в салон, смотрите, сколько там сидений. Ну, пыльный. Все пыльное. Все в пыли. Прямо реально в пыли. Масштаб данного автомобиля, соответственно, скорее всего, А1 к 43, да. Написано, это Диагостини у нас. ZIL 111G. Очень крутой автомобиль. Реально прикольный. Смотрите, и дворники сделаны отдельными деталями. В общем, ну, просто нет слов. Даже, смотрите, противотуманочки сделаны отдельно. Классно. Вот о таком автомобиле я мечтал реально получить в коллекцию. Вот он у меня есть теперь, да. Так. Что здесь у нас? Опачки. Это УАЗ 469 PPS. Это такая СССРовская расцветка автомобилей. Желтый с синей полосой, да. Милиция написана. Опачки. Тут, смотрите, есть, ну, типа, кутузки. И перекрытие здесь стоит. Здесь, наверное, решетка, да, имеется. Ну, соответственно, у нас пластиковые фары здесь. Да, и спереди, и сзади. Вот у нас, правда, противотуманки сделаны отдельными деталями. Просто покрашены серыми. Дворники отдельными деталями. В общем, классный автомобиль. И, в принципе, вообще вроде не поломанный. За исключением того, что он немножечко пыльный. Даже не немножечко, а уж сильно пыльный. Хотя вот здесь что-то болтается. А, вот. Вот отломанная часть. Ну, ребят, ну, это вообще не критично. Это обычным суперклеем. Две секунды подклеить, и все. Так, УАЗик тоже крутой. Погнали дальше. И еще один УАЗик. Ну, этот прям реально, как будто стоял где-то в гараже. Посмотрите, сколько пыли на нем. Это у нас УАЗ Патриот. В принципе, он целый. И написано, у него лесная охрана. Наверное, 1 к 43 масштаб. Диагостини. Да, все модельки в основном диагостиниевские идут. Пластиковые фары. Патриот написано. Ну, запасное колесо. Соответственно, сзади дворники. Дворники есть, да, на месте. Вот весь, правда, в пыли. Прям реально. Автомобиль из гаража такого. Как будто простоял прям несколько лет в гараже. Никому не нужен был автомобиль. Прикольный автомобиль. Классно сделан. Тоже вроде все целое, на первый взгляд. Так, отставляем его в сторону. Ну, и вот торчит здесь крыша с желтыми мегалками. Ой, ну это совсем какая-то ерунда. Это у нас, походу, дело КАМАЗ. Ну, как ерунда. На самом деле, не ерунда. Вот эти все части можно... Да, вот смотрите, здесь все откручивается. И куда-то использовать на другие модели можно. А здесь даже... О, номер телефона есть. Попробуйте позвонить по данному номеру. Может, куда-нибудь наберем. Не знаю. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Нет, не наберем. Точно не наберем. Так, и здесь, смотрите, такой медведь крутой. Открываем здесь. Что здесь у нас? Открываем. Опа! Здесь все оборудование находится. Круто! Очень классно сделано. Вот, я говорю, вот эту часть можно использовать. Вот эту, в общем... Ну, или какие-нибудь диорамы замутить можно. Но это, скорее всего, КАМАЗ. Прям морда КАМАЗовская. Ничего не написано. Кто сделал инерционный механизм? Да, инерционный механизм здесь тоже есть. Больше ничего здесь не открывается, я так понимаю. Здесь тоже медведь. Такой коммунальный КАМАЗ, коммунальная служба. Вот здесь надпись какая-то. Ну, я не понимаю, что здесь написано. Реально. Что-то так прям. Так. И КАМАЗик убираем тоже. Ну что, есть тут что-нибудь еще? О, есть. О, и ПАЗик здесь. ПАЗик, вот этот маленький ПАЗик у меня такой есть, только милиция. Это у нас вроде делает автопарк. И масштаб здесь 1,60 что ли. 1,61. Вообще прикольный автомобиль. Сделан он классно. За исключением того, что он очень маленький. Прям вот он, малюсенький такой ПАЗик. У него пластиковые фары сделаны, мигалка на крыше. Ну, детализация такая для такого масштаба, в принципе, неплохая. Поэтому, как бы, здесь ОМОН написано. Ну, в общем, так. Ну, это игрушка. Это не коллекционная машинка. Это реально играть. Либо что-то с ней, ну, знаете, конверсию какую-нибудь замутить. Не жалко такой автобусик использовать. Его я тоже разыграю по-любому. Потому что, ну, масштаб такой не собираю. Так. Здесь еще что-то. О! О! Вот это еще один правительственный ЗИЛ. Это у нас уже ЗИЛ 41045. В масштабе 1 к 43. Диагостини сделано. Соответственно, блин, он такой тоже в пыли. Вот здесь грязное даже окно. Не знаю, можно ли это как-то помыть или нет. Ну, и здесь печалька. Здесь сломано немножко зеркало. Хотя оно не совсем сломано. Даже его трогать можно. Можно и не трогать. Так. Ну, здесь, соответственно, пластиковые, конечно же, будут фары. Дворники отдельными деталями. Спереди пластиковые фары. И, опять же, противотуманочки. Они... Нет. Они здесь покрашены. Просто красочкой покрашены. Классный автомобиль. Тоже мне очень нравится. Мне вообще нравятся очень правительственные автомобили. Если вам тоже нравится, то поставьте лайк. Мне будет приятно реально. Так. Убираем его в сторону. И это у нас желтый москвич. Да, москвич. Это москвичоныш. Что за москвичоныш? Москвич 2137. Такой типа универсала. Тоже классный автомобиль. Тоже, наверное, журнальная серия. Да, журнальная серия. В масштабе 1 к 43. Но он тоже весь в пыли. Не знаю. Здесь вроде все целое. Смотрите, какая оптика прикольная. Взади. Очень мне нравится. Но она просто покрашена. Но покрашена довольно-таки аккуратно. Мне нравится. Реально нравится. Так. Дворники отдельной деталью. Передок. Вот очень, очень прикольно сделан так. Передок. В салончик, конечно, сложновато заглянуть. За стеклами не видно. Ну, как бы. Ну, пустой салон. Ничего там нету. Особо классный автомобиль. Погнали дальше. Погнали дальше. И это у нас... О, еще один москвич. Что ты будешь делать? А, это не москвич, извиняюсь. Это у нас ИЖ. ИЖ комби. Да, вроде. Да. ИЖ 21156. Вру. Это не ИЖ комби. ИЖ комби он у нас универсал. А это ИЖ пирожок. Да. В простонародье называли его пирожок. Здесь нет зеркала. Не столь важно. Вообще машинка прикольная. Я вообще не знаю, вот зачем вот это сделано было. Вроде как люди там не ездили. Зачем окошки вот это все? Такой он как типа мини-дом на колесах. А может хотя и ездили. Надо посмотреть. Реально. Но я никогда не видел. Машинка классная. Оптика сделана отдельными деталями. Сзади у нас тоже оптика сделана. Вообще цивильный автомобиль. За исключением того, что нету здесь зеркала. Сделан Диагостинин. Масштаб 1 к 43. Так. Вот это классная коробка. Она такая, ну я бы сказал, довольно хорошая модель здесь. О, еще Москвич. Еще Москвич совсем без зеркал. А здесь наверное и не было зеркал. Тоже смотрите как решетка сделана. Вот передок прям мне очень нравится у москвичей. Блин, он такой красивый. Жалко, что сейчас конечно уже москвич не выпускает. Интересно какой бы он был. Хотя у меня есть видео. Там какой-то современный москвич. Он очень похож на десятку. Даже, блин, такой даже поинтереснее. Наверное, был бы очень интересной модель. Смотрите, здесь гуляют колесики у нас. Так. Ну, это у нас опять-таки Диагостинин. И это москвич 408. Масштаб 1 к 43. Классная тоже машинюшка. Так, значит, ну, загляну вот в эту сторону лучше. А в этой стороне ничего нет. Ладно, пойдем сюда. Ну, здесь вот. И опять москвич. Вот опять москвич какой-то для перевозки чего-то. Такого какого-то не красного цвета. Потому что вот это вот был такой более красный. А это какой-то морковный цвет. Ну, морда у них одинаковая. В принципе, тоже 406, наверное. А, нет. Это 434. И тоже Диагостинин. И у данного автомобильчика отсутствует вот здесь вот зеркало. Такое зеркало я даже не знаю, где найти. Поэтому будет без зеркала. Ну, весь в пыли. Все в пыли. Друг, ты хотя бы их вытер бы им. Нереально. Чтобы увозить, сначала бы вытер. Ну, с другой стороны, чего вытирать? При перевозке они также, наверное, запылились бы. Ладно. Погнали дальше. А это что за трактор? Даже не трактор, а такой джипарь. Не джипарь. Это УАЗик. УАЗик, смотрите. УАЗ с пластиковыми фарами идет. Не знаю. Зеркала на месте. Вот здесь что-то здесь было. Шнорки. Да, наверное, был вот эта труба. Шла, скорее всего. Надо посмотреть. Не знаю, кто делает это у нас. Делает Диагостини. УАЗ 3172. Сделано в Китае. Пластиковые фары, запасное колесо. Соответственно, здесь. Ну, здесь вот можно снять и посмотреть салон. Но я не буду этого делать. Реально. Прикольный автомобиль. Таких не выпускают. В какой-то промежуточной серии. Наверное, был какой-то прототип. Его, наверное, в серию все-таки не пустили. Так, значит, что тут есть еще? Есть еще. Посмотрите, как много. Ух ты ж. И это у нас... Я даже не знаю, что это. Фиат, не Фиат, что это? Фиат 238. Это у нас полиция. Такой вот. Вы можете оценить грязь на данных моделях. Посмотрите. Прямо сейчас возьму и по стеклу вот так вот полосочку проведу. Автомобиль не имеет... О, имеет один дворник. К сожалению, зеркала одно отсутствует. Особо такой простецкий прям салон. Там даже нету сидений в нем. Ничего нету. Карабиньеры написано. Карабиньеры. Я не знаю, как правильно. Пусть так будет. Карабиньеры. Ладно. Вот такой вот автомобиль. Походу, дело, Карабиньеры где у нас? Во Франции? Значит, будет французским автомобиль. И ФИАТ. А ФИАТ у нас итальянский. Или Италия. В общем, автомобиль такой нормальный, но слишком покоцанный. Уж как-то не очень. Так, значит. Ну что? Вот это что такое? О, космический аппарат. А вот я вам и говорил. Это вот... Что это? Ох, та! Это Ох, та! Хотя вот здесь вот... Не поймите, что это. Это какой-то космический прототип. Я даже не знаю. Такой похож мордой на современный автомобиль. Какой-то, не знаю, универсал, не универсал. В общем, блин, в салон туда не заглянешь. Вот только чуть-чуть спереди. Все тонировано в хлам. В Диагостини, ах, та! Сделано в Китае. Масштаб 1 к 43. Не знаю. Как прикольный автомобиль. Необычный. Даже не видел ни разу. Но он по-любому не выпускается. Какой-то тоже прототип, наверное. Так, значит. А, вот у нас и комби. Да, вот это у нас ИШ комби. Вот, самый популярный автомобиль. Я на таком как-то ездил. Ну, на пассажирском сидении очень мягкий. Он был такой прям, ну, вообще комфортный автомобиль. Для дачников самое то. Фары пластиковые, соответственно, у нас идут. Вот, зеркало тут тоже немножко отломано. Но это совсем оно не сильно. Здесь у нас написано ИШ. Пластиковые фары. В общем, в принципе, нормальный автомобиль. Да. Вполне себе нормальный. Дальше. И еще один москвич. О! Я не знаю. Он, наверное, 300 лет стоял где-то. Смотрите. Тут вообще какой-то ерунды. Блин. Реально. Москвич кабриолет. Шедевр, да? Класс. Что это за москвич? Москвич турист называется. Ух ты, какая у него решетка. Вот реально, у москвичей решетки такие классные, красивые. Вот, какие-то такие элегантные, я бы сказал, зеркало. Смотрите аккуратно. Антеночка аккуратненькая. Классный автомобиль. Даже можем заглянуть в пыльный салончик. Вот такой вот пыльный салончик. Ну-ка, а если дунуть туда... Ну, немножко послетало вот так вот. Да. Классный автомобиль. Мне нравится. Главное, вроде не сломанный. Что тут еще? О! Такая машинюга у меня есть. И это у нас Волга 21. Это М21, потому что милиция первая серия. Здесь у нас вроде бы отсутствует мигалка на крыше. Да, вот ее здесь нету. Милиция. Советская милиция такая вот. Ну, у меня такой автомобиль есть. И он будет тоже разыгран в этом видео. Так. Значит, откладываю в сторону. И что же. Наверное, наверное, больше ничего нет. Хотя нет. Хотя нет. Есть. Вот такой вот. Это у нас москвич, да. Типа 21.41. Только такой не пирожок, а пикапчик, да. Прикольный. Я, кстати, на самом деле, вот в жизни не видел такого автомобиля. Здесь что? О! Здесь даже запасное колесо есть, смотрите. Это москвич 23.35 в масштабе 1.43. Я реально не видел. Ни фургона в москвиче, ничего такого не видел. Если вы видели, пишите в комментарии. Мне вот интересно просто вообще. Встречался ли вам на дороге такой москвич? Мне вот реально никогда. Классный автомобиль. И вроде тоже все у него целое, да. Так, погнали дальше. А дальше? А дальше? Ну, ребят, это шедевр. Это реально шедевр? Блин. Это ВАЗ-2107. В масштабе 1.43. И это не просто ВАЗ-2107. Это милиция Украины, да. ДПС Украины. Смотрите, герб даже украинский. Да. Это просто. Смотрите. Держав автоинспекции. Таких уже нету. Уже там, как бы, милиции у них переименовали вроде в полицию, да. И кто смотрит меня с Украины. У вас же нет вот вроде таких уже семерок, совсем нет на дорогах. Вот это раритет. Если вам попадется где-то, покупайте, потому что реально это крутая машинка. Ну, редкая. Я думаю, что она довольно редкая. Не знаю, как она попала сюда, почему мне друг отдал ее. Может, у нее две, конечно. Может, какой-то бонус. Ну, спасибо тебе, благодарен за данную модель. Реально. Фары пластиковые, соответственно. Номера есть синие. Ну, ДПС написан. Герб. Державная автоинспекция. В общем, фары сзади пластиковые. Люстра на крыше. В общем, автомобиль в идеальном состоянии. Блин, классно. Вот я недавно снимал видео про полицию. Вот надо было, блин, всех, наверное, собрать сначала. А потом снять такую огромную прям полицейскую коллекцию. Так, ладно. Вообще, нет слов. Семерка просто классная. Что? Все, закончилось. Ну, все. Вот и была третья коробочка. Третья коробочка с автомобилями. Давайте я сейчас их расставлю на стол. Посмотрим, сколько их сегодня у нас разных автомобилей. Итак, в общем, 23 автомобиля мне сегодня пришло новых в коллекцию. Ну, какие-то я, конечно же, разыграю. Сегодня у нас будут разыграны, во-первых, вот этот автобус. Потому что такой у меня есть. Классный автобус. Кому-то может пригодиться. Будет разыгран вот этот вот КамАЗ. Не КамАЗ, не знаю. Мехуборка такая. Тоже прикольный автомобиль. Я его тоже разыграю. Ну, не собираю такие машинки. Машинка Hot Wheels. Реально настоящий Hot Wheels. Прям из металла. Тоже будет разыгран. Может, кто-то увлекается. Разыгран будет вот этот вот Ranger Rover. Да, вот такой вот Ranger Rover в желтом цвете. Так, вот этот Tiger. Так, чуть-чуть сюда так сдвину, чтобы было видно. Аккуратненько подвинем. Так, вот сделаем. Так, значит, вот этот Tiger тоже я разыграю. Такой есть у меня. Вот эти автомобили все будут разыграны. И плюс к ним в прошлом видео не набрали определенного количества лайков. Поэтому я розыгрыш переношу в это видео. Соответственно, разыгрывается вот этот Ammo, который я и обещал разыграть. Трактор гусеничный будет разыгран. И будет разыграна, конечно же, пятнашка. Все это будет разыграно дело. Но еще будет разыгран вот этот все-таки ZIS. Может быть, наконец-то я его разыграю уже в этом видео. Еще я разыграю вот эту Волгу. Потому что тоже у меня такая есть. Давайте-ка я уберу в сторону. И покажу вам, что я буду разыгрывать. Чтобы вам было виднее. Так, значит, вот эту Волгу разыграю. И еще один автомобиль. Какой-то. Это вот этот вот Микроавку. Вот с Fiat. Я его тоже разыграю. Разыграю. В общем, посмотрите, сколько здесь машин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать машинок будет разыграно, если данное видео набирает тысячу лайков за неделю. Не такое большое количество. Тысячу лайков за неделю набираем. И я устраиваю розыгрыш. Скорее всего, будет несколько победителей. Кому-то, может быть, за первое место три машинки отправлю. Кому-то за второе, там, две. Ну, и посмотрим. В общем, набирайте нужное количество лайков. Соответственно, чтобы участвовать в конкурсе, ну, вы уже знаете, это нужно подписаться на мой канал, поделиться моим видео в любых своих соцсетях, ну, поставить лайк, ну, и, в общем, все. А, и написать положительный комментарий под этим видео, да, чтобы с помощью специальной программы я выбрал победителей. Поэтому участвуйте, ставьте лайки, ну, и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok